Знаете, я думаю, что это был политический момент. Основной потребитель этого бренда, конечно же, женщины. И ни для кого не секрет, что любая программа на телевидении, любой проект, любая реклама, любая марка ориентирована на женскую аудиторию. Я думаю, что это чисто политический момент. Нет, привлечь к себе внимание женщинам, потому что с маркой последние два года происходят странные вещи. То проблема ухода от налогов, то еще чего-то. В общем, марку штормит во все стороны, и она сейчас, на мой взгляд, не в самом лучшем виде. Хотя огромное количество сил тратится на позиционирование марки как модной. Сейчас другие тренды, другие бренды, которые задают тон. Эта марка, она как бы немного так, ну скажем, на середине. И я думаю, что это заявление больше такой продуманный ход. Я не удивляюсь, я не удивлюсь, если он действительно так думает. Он имеет право говорить то, что он думает. Но все-таки я здесь вижу такой политический подтекст для того, чтобы женщина... Потому что, естественно, мужчины вообще такие вещи не комментируют. Им вообще по барабану. Если взять мужчину в России, подойти и спросить, он спросит, кто, что, какой, кто, где, что. Ему все равно. Вот русскому мужику ему вообще все равно. Женщина во всем мире, она очень активна. Она все время что-то, ей надо все слышать, все понимать. Она должна сориентироваться. Мужчина ориентируется в бизнесе хорошо. Женщина вообще везде. Тем более среди тряпок. И я думаю, что здесь, конечно, большинство, большее количество женщин, конечно, поддержат. Потому что на сегодняшний день эта тема штормит не только в России, вызывает абсолютно разные полярные мнения. Но и в Европе не все согласны с тем, чтобы двое мужчин или двое женщин растили там ребенка. Но может быть, потому что... Опять-таки, вот какие у меня предположения? Я думаю, что здесь политический момент привлечь женскую аудиторию. Я думаю, что может быть не любит детей сам. И как бы не планирует. Потому что там, если взять того же самого Элтон Джона, который прекрасно воспитывает детей, появляется на обложках английских журналов с детьми, со своим супругом. И вся Англия, страна, извините, с историей аплодирует. И в год по несколько раз. Это говорит о том, что народ очень лояльно относится ко всему, очень спокойно и считает, что выбор за человеком. Вы знаете, огромное количество мужчин в нашей стране растут без отцов. Потому что их отцы уходят, когда им два годика, три годика. И женщина растит этого ребенка сама. В результате мы получаем неполноценных мужчин, не умеющих открывать перед женщиной дверь, не умеющий дарить женщине цветы, говорить ей приятные слова, потому что зациклена себе, потому что растила женщина и избаловала. И поэтому в нашей стране женщина говорит, боже мой, где взять мужчин? А потому что женщины растят его сами, без отцов. Поэтому я не вижу проблемы в том, чтобы ребенок рос только с отцом или только с мамой. Я сам вырос, извините, пол своей жизни, я рос без отца. Я не могу сказать, что я не благодарен своей маме. Я, мужчин было слава богу, у меня был дядя, у меня был дедушка. Я смотрел вокруг, и я не могу сказать, что я вырос безразличным человеком ко всем остальным. Я принимаю всех людей, я принимаю их желания, я попытаюсь понять их желания. И считаю, что главное дать жизнь ребенку, главное поднять и поставить его на ноги. Потому что есть огромное количество прекрасных семей, интеллигентных и воспитанных, где дети вырастают далеко не идеальными. И забывают о своих родителях, уезжая в 19 лет из дома, и не вспоминают о них никогда. А другой ребенок может быть простым, скромно живущим в съемной квартире, работающий на обычной работе, зарабатывая не очень много денег. Но он столько любви дает своей матери и своей женщине. И не важно, кто он, не важно, какой он. Если этот человек отдает любовь всем окружающим, и он полезен для общества, то вот этого человека можно назвать по-настоящему человеком. Продолжение следует...